Девушки отдыхают Давайте посмотрим, что у нас в принципе еще осталось Я хотел слетать на кое-какую планетку Вот сюда, если быть точным, вы помните Но пока подожду немножко Осталось Паташи, планета земного типа Атмосферы, которая была рассеяна Фениксом тысячелетия назад Поверхность температуры, которая чрезвычайно высока Имеет высокое содержание железа Встречаются залежи олова Относительно небольшая плотность Паташи Стала причиной того, что одна ее сторона всегда обращена к Фениксу В результате большую часть этого полушария Составляет Мария расплавленных легких металлов Хе-хе-хе Встражение Самария мы нашли Какой-то неизвестный мне металл, видимо Итак, знаете, давайте сделаем так Я пока сюда высаживаться не буду Я попробую найти русификатор Потому что играть в полностью английской версии Я не очень хочу Я попробую найти русификатор Я думаю, что он, наверное, будет Но пока что я... Ладно Так, давайте полетаем на Наверию Туманность, конская голова Нам еще нужно на цетадель смотаться, кстати говоря Но пока что... Так, а вот в Наверии есть еще одно Еще одна система Отвага Так и называется Будем отважными, полетаем в отвагу И посмотрим, что же нас ждет там В этой системе Надеюсь, что-то интересное Здесь нас ждет несколько планет Тесальгон представляет собой Обычный водородный гелевый газовый гигант Небольшое содержание метана в атмосфере Придает ей голубоватый оттенок Замешательно Так, следующее Завин Внимание, опасность низкой температуры первого уровня Тонкий атмосферный слой завина Составляет углекислый газ и этан Покрытая льдом поверхность планеты Имеет высокое содержание кобальта Встречаются залежи меди Нахождение на поверхности Представляет опасность Ввиду постоянных бушующих ледяных буль Буль Нам, по-моему, предстоит еще на завина смотаться, но... Ладно Треллен Безжизненная скалистая планета Имеющая крайне разряженную атмосферу Состоящую из ксенона и криптона Планеты, богатые залежами Железной руты и с силикатом магния Наличие на поверхности большого количества кратеров Затрудняет посадку космических кораблей Последователи Последователи Соларианского религиозного культа Утверждают, что расположение Группы кратеров в южном полушарии Напоминает по форме их богиню Такие вот ребята Антитарра Обычный водородно-гелевый газовый гигант Содержащий небольшое количество аммиака Углеводородные в атмосфере планеты Придают ей знаменитый Заметный коричневый оттенок Разведали, нашли гелий Концентрация отлично Гелий 3 всегда полезен И последнее это Юнторл Толстый атмосферный слой этой планеты Состоит из сложных углеродных соединений По этой причине полная карта Юнторла Так и не составлена Поверхность планеты горячая и полностью покрыта Углеводородным океаном Имеются признаки проживающих в океане Примитивных органических форм жизни Найден медальон На орбите Юнторла Вы обнаружили древний зон Для изучения дальнего космоса Талия доставила его на Нормандию И разобрала Внутри был найден Медальон Лиги Единения Что же, отлично Ну а теперь мы на Наверию В систему Мир Итак Велес Тонкий атмосферный слой Велеса Содержит ксенон и криптон Большинство остальных веществ Замерзло и выпало в виде снега Поверхность имеет высокое содержание калия Встречаются залежи магния При изучении Примитивных анаэробных форм жизни Исследовательские группы Корпорации Binary Helix Обнаружили тщательно скрытое убежище Кроганского полководца По имени Мора Многие записи за артефакты Эпохи восстаний Кроганов Были проданы на аукционовании А в настоящее время База заброшена Найдены записи матриарха В процессе сканирования планеты Велес Был обнаружен небольшой заброшенный корабль Ваша команда доставила корабль на Нормандию Разобрав его Вы обнаружили фрагмент записи матриарха Дили Наги Опять Такие Так, следующее Морана Морана покрыта льдом Карликовая планета Размером меньше Луны Многие планетарные геологи Считают, что когда-то Она была частью облака Оорта И переместилась Столкнувшись с другим космическим телом Кора Мораны Состоит из водяного льда Более глубокие слои В основном из силикатов Иногда встречаются Залежи магния и алюминия Морана Постоянно обращена Одной стороной к миру Сварок Сварок обычный небольшой водородный гелевый газовый гигант Орбита которого расположена недалеко от звезды В системе с близко расположенным к звезде газовым гигантом Обитаемые миры большая редкость Сварок единственный газовый гигант в системе мира Его температура, мощные ветра и высокая орбитальная скорость Не позволяют заниматься добычей гелия Хотя на Наверии достаточно дейтерия для работы ее термоядерных электростанций Весь гелий возится туда из других систем Ну что ж, вот теперь мы поедем на Наверию Наверия небольшая холодная планета наземного типа Вряд ли пригодная для обитания по общепринятым меркам Она находится во владении Наверианской корпорацией развития Сдающей в аренду лаборатории для проведения исследований Которые невозможно провести в других местах Ввиду опасности или противоречивости Из-за своего уникального статуса Наверия часто становится частью различных нелепых теорий заговора Ну что ж, мы приземляемся на Наверию Что же у меня сегодня с голосом не то и с моей речью А в общем, ладно Приземляемся мы на Наверию и надеемся на то, что здесь нас ждет что-то интересное Я Нормандия, укажи директор и место причаливания Нормандия, ваше прибытие не запланировано Наша оборонительная система подключена и отслеживает вас Мы здесь по делам цитадель, на борту спектр совета Нормандия, посадка разрешена Имейте в виду, по прибытии мы идентифицируем ваши личности Если ваши слова не подтвердятся, корабль будет реквизирован Как тут весело Надо будет съездить в отпуск Ну вы поняли, да? Грубо говоря, если мы сейчас выйдем из корабля и вдруг Нас не подтвердят как спектра То ничего хорошего ждать не придется Но я думаю, что все обойдется и все будет хорошо Итак, Гарус, Рекс, пошли Внутреннее давление уравнивается с атмосферным Какие веселые ребята Капитан сошел на берег Старший помощник Пресли вахту принял Отлично Вся надежда на Пресли Что-то я это уже видел Все, подтвердило меня, нет? Ну ладно На самом деле она, по идее, должна была бы подтвердить Но почему-то этого не происходит Ладно, ладно, ничего страшного Кстати, мы в наглую заняли Четыре отсека за раз, по идее У нас довольно большой корабль на самом деле Поэтому Окей Довольно Мы здесь не для того, чтобы создавать проблемы Вы прибыли вне графика Предъявите ваши документы Сначала вы Мы здесь закон Не зарывайтесь Я капитан Майя Камацуо Эланус Риск Контрол Сервисы Я Спектр Меня зовут Шепард Это чепуха, мэм Нам нужно подтверждение К тому же, предупреждаю На Наверии запрещено ношение оружия Сержант Стирлинг Примите у них стволы И не пытайтесь Отставить Они здесь хозяева Тогда не жалуйтесь Когда вам брюхо вскроют Капитан Мацуо Отставить Их личность подтверждена Спектры имеют право носить здесь оружие, капитан Можете проходить, спектр Надеюсь, в дальнейшем Мы избежим конфронтации Паразий Ниссан Встретит вас наверху Ведите себя хорошо Ха Ну, типа мы такие добренькие Готовы сотрудничать А это они наставили на нас оружие Вот такие вот дела Ладно Побежали дальше Посмотрим, что здесь есть интересного Это реально Довольно огромнейший комплекс Насколько я помню Здесь постоянно Всякая фигня происходит И куча опытов проводится Куча всего вообще проводится Это детектор оружия Не обращайте внимания Как я могу не обращать внимания Если он орет на меня Я Джанна Паразини Помощница администратора Аналииса Приносим извинения За инцидент В стыковочном шлюзе Я ценю вашу помощь Всегда пожалуйста Вы же понимаете Что наша начальница безопасности Лишь делала свою работу В мои обязанности Входит помощь Новоприбывшим У вас есть вопросы? Мощная система безопасности Для такого маленького порта Совет директоров Делает все возможное Для защиты частной жизни Наших клиентов Я не дам помешать Моему расследованию Не делайте резких движений Совет директоров Может завалить вас исками И тогда вам потребуется Адвокат Азари Мощная система безопасности Совет директоров Делает все возможное Для защиты частной жизни Наших клиентов Я не дам помешать Не делайте резких движений Совет директоров может завалить вас искренне. Вас в последнее время не посещал кто-нибудь необычный? Необычный? Несколько дней назад здесь побывала матриарх Азари, леди Бенезия. Помощница Сарны здесь? Могу я с ней поговорить? Несколько дней назад Бенезия отбыла в исследовательский комплекс «Вершина-15». Насколько я знаю, она всё ещё там. Вы можете сказать мне, как туда попасть? Вам нужно разрешение администратора Аналейса на то, чтобы покинуть порт. Где я могу найти администратора? Его кабинет на главном уровне. Как подниметесь на лифте, налево. Поняла. Мы можем идти? Конечно. Если вам понадобится помощь, я буду в офисе администратора. Замечательно. Какие милые ребята. Боже ж ты мой, здесь всё под охраной. Как же это напрягает. Добро пожаловать в порт Ханьшань. Лучшее место в галактике для независимых научных исследований. Чтобы сделать пребывание здесь максимально комфортным и не мешать другим, выполняйте указания нашей службы безопасности. Если у вас возникнут вопросы или проблемы, наши сотрудники всегда с удовольствием вам помогут. Спасибо. Приятного пребывания. Руководство предупреждало нас на ваш счёт. Прям вот на мой счёт? Торговец приветствует человека. Человек — тот спектр, что прибыл в порт Ханьшань? Быстро здесь слухи разносятся. И в самом деле, досточтимый спектр. Стешние компании не слишком рады прибытию человека. Человек мог бы облегчить преми, лежащее на плечах торговца. Если человек согласится, торговец его щедро вознаградит. Торговец добыл для одного покупателя особый предмет. Этот предмет не разрешается ввозить на станцию. Но человек мог бы пронести его через таможню. Вы хотите использовать моё положение для контрабанды? Это вполне точно. Я не стану доставлять неизвестно что. Торговец должен соблюдать конфиденциальность. Будьте уверены, содержимое пакета не представляет угрозы ни для кого к порту. Я хочу знать, кому предназначен этот пакет. Клиент торговца предпочитает сохранять анонимность. Было бы глупо что-то делать, не будучи уверенной, что не поставляешь оружие врагу. Слова человека не лишены смысла. Клиент это Кроган по имени Инаморда. Охотник за головами с дурной репутацией и взрывным характером. Человек понимает беспокойство торговца. Из-за задержки клиент теряет терпение. Похоже, у кого-то проблемы. Я должна защищать закон, а не нарушать. Торговец понимает. Предложение остается открытым. Торговцу очень нужна помощь. Расскажите мне еще раз о работе. Торговец добыл для одного покупателя особый предмет. Этот предмет не разрешается ввозить нас. Вы хотите использовать... Это вполне точно. Ладно, давайте попробуем это сделать. У меня с этим нет проблем. Торговец смиренно благодарит спектра. Пакет будет... Пожалуйста, человек. Не упоминайте об этом при администраторе Аналейсе. Торговца могут оштрафовать. Торговец может еще чем-либо помочь человеку. Могу я кое-что купить? Спектр ищет что-либо конкретное. Торговец смиренно благодарит спектра Аналейсе. И среднюю броню... И тяжелую броню нашему хорошему другу. А деньги улетают только так. Так, назад. Здравствуйте, спектр. Человек принес пакет? Хочу кое-что купить. Об этом поговорим позже. Конечно. Торговец приносит свои извинения. Так. По-моему, теперь стандартные. Посмотрим предметы. Штурмовая винтовка аж девятого уровня. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Есть смысл ее, кстати, купить. Мне бы она прям пригодилась бы. Лицензия, кстати... О! Во! Во-во-во-во-во-во. Вот это вот нужная штука. Вот. Я про вот это вот спрашивал. И улучшение гоноранат увеличивает на одну эту. Плюс у нее есть еще одна лицензия. ЛКОС. Что-то какая-то вообще совсем дешевая. Ну и ладно, куплю вот эту фигню. Это очень крутая пушка, аж девятого уровня. Прямо сразу ее, скорее всего, поставлю. Ковалев. У нее есть три, как вы видите, модификации. У нас стабилизатор стрельбы и боевой сканер пятого уровня. Великолепно, просто не знаю, офигенно. Очень круто. Полониевые патроны мне нужны, но у меня, по-моему, их нет. Нет, есть полониевые патроны, но пятого уровня. 330 до перегрева. Точность. Великолепное просто оружие труда. Я прям рад, доволен. А, ну и да, надо наших ребят тоже одеть. Так, Гарус, иди сюда. Кабум. Щиты. Смотрите, какой красавец. Ну и тебе тоже, медведицу. Ха. Беленький. Беленький Рекс. Ну и зеленый Гарус. Зеленый Гарус. Ладно. Я на службе, Спектр. Мне нельзя с вами говорить. Тогда почему-то начал со мной говорить, просто бы продолжал молчать. Логика. Руководство нас предупреждало, а вас, Спектр. Понятно. Короче, все обо мне предупреждены. Просто замечательно. Уже нельзя приехать куда-то, сразу все о тебе знают. Ну что такое? Ладно, нам, по-моему, вот сюда надо идти. Говорить бум или не бум? Ребят? Эй, мужики. Тишина, да? Ну, ладно. Все любят тишину, окей. Ясно, понятно. Музончик изменился. Возвращение, что мы на дискотеку попали. Может, это какой-то клуб? Прошу прощения. Уделите мне минутку вашего времени. Я тут в свое время получил целую кучу частных заказов. Лучший способ сделать карьеру завалить непосредственного начальника. Тот человек в баре отеля. Он торговый представитель Binary Helix. Зовут Рафаэль Варгас. Я хочу, чтобы вы с ним поговорили. Вы знаете, кто я такая? Здесь каждая собака знает, кто вы. Вы идеальная кандидатура для исполнения моей просьбы. Вы известный человек. Так, по крайней мере, считает Варгас. Он решит, что вы расследуете грязные делишки его компании. Это отвлечет его от ваших, то есть моих, подлинных намерений. Почему вы сами с ним не поговорите? К сожалению, не могу. Я уже использовала свою попытку. Он понял, что я не настоящий покупатель. Я ничего не знаю о Binary Helix. О чем мне говорить с Варгасом? Я представляю совет города Арамалина Тессия. Наш город известен производством биоусилителей. И чем вас заинтересовала Binary Helix? Они ведь занимаются генетикой. Работа Binary Helix вплотную связана с биотиками. Ходят слухи, что в их филиал на Наверие прибыла группа биотиков Азари. Очень сильных. А именно, десантниц. Мы хотим устранить любой риск для патентов Азари. Вы представитесь покупателям от имени Спектров или Альянса. Обсудите их программы военных модификаций. Настоящая ваша задача будет отвлечь его. Я дам вам устройство, которое подключится к его личной беспроводной сети. Оно заразит сеть вирусами. Когда Варгас подключится к интранету Binary Helix, вирусы проникнут в нее. Что я буду с этого иметь? Деньги, разумеется. Мне за это хорошо заплатят. И вам тоже. Пятьсот кредитов. Всего пятьсот кредитов? Серьезно? Думаешь, я ношу эту форму для красоты? Моя работа защищать закон, а не нарушать его. А вы думаете, Binary Helix соблюдает все законы и не шпионит за другими компаниями? То, что они где-то ведут нечестные сделки, не оправдает моего вмешательства в их дела здесь. Очень хорошо, Спектр. Я пойду. Ой-ой-ой-ой-ой, прям какая ты ужасная-то, а? День добрый. Присаживайтесь, выпейте. Что я могу для вас сделать? Кто вы такой? Лори Киин. На данный момент менеджер Синтетик Инсайдс. На данный момент? Мистер Аналейс закрыл мой офис. Якобы расследует обвинение в коррупции в мой адрес. Администратор интересный человек. Сильно разбогател с тех пор, как получил в ведение арендную плату. Явно это произошло не просто так. Именно. Я собрал компромат на Аналейса, а он нанял громил и обыскивает мой офис, чтобы отыскать его. Я подозреваю, ваша цель находится за пределами порта. Мистер Аналейс не разрешит вам путешествовать. Если вы заберете материал из моего офиса, я дам вам свой пропуск в гараж и некоторую сумму. Почему Аналейс не аннулировал ваш пропуск? А для чего ему? Снаружи ничего нет, кроме снега и голодных надхаков. Как вы достали такой пропуск? Я менеджер. Руководящие сотрудники пользуются свободой передвижения. У вас есть план? Да. Однако есть еще одна. Черт, как же звучит это милое земное выражение. Ложка дегтя в бочке пива? Головорезом мистера Аналейса возможно придется применить сил. Он нанял сотрудников службы безопасности Ханьшаня. Он платит им из-под полы. Мисс Мацуо не знает об их работе на стороне. Если придется убивать охранников, я не смогу вам помочь. Они представители закона. Это верно. Хотя я хочу подчеркнуть, что мисс Мацуо не одобряет частные заказы. Если вы передумаете, я буду здесь. Сейчас у меня нет других вариантов. Ну да. Я, знаете, наверное, поболтаю еще с парочкой ребят здесь, если мне предоставится какой-то другой. предложение они вам сделали. Хорошие. Но думаю, будет неэтично называть конкретные цифры. Меня попросили не распространять эту информацию. Что там делают трекс? Разумеется. Компания заботится о своих сотрудниках. Полная страховка, оплачиваемый отпуск, субсидии на жилье. Через год обещают опционы на акции. Слышали, какой у них санаторий на Экваторе? Годный спорт, айвинг, собственное поле для игры в Асайуру. Это для тех, кто увлекается спортом. А я предпочитаю восхищаться видами. Так вот, что там делал Рекс? Я могу вам помочь? Я могу вам помочь? Угу. И это именно тот чувак, которого нас просили, так сказать, поприжать чуть-чуть. Давайте поговорим, собственно, с тем веселым, парнишей, которого здесь обвиняют в коррупции и всем прочим с этим связанным. Старший брат? Это я. На наверии сейчас. Не могу долго. Звонок по 10 кредитов за минуту. Еще. Прямая линия с траверса. Связь дорогущая. Мне нужна информация. Тут проблемка возникла. Синтетик инсайдс. Менеджер Лорик Киин. Его поймали за руку. А администратор Ханьшаня прикрыл конторку. Хочу, чтобы ты посмотрел, что можно узнать о... Записываешь имя? Ранадриль, Ган, Сва, Палсум, Каратен, Нар, Эади, Бель, Аналейс. Да не, это администратор. Администратор Ханьшаня. Ну ты подумай об этом. Турианец не стал бы рисковать закрытием офиса и не стал бы подводить свою команду. Их этому в армии так учат, что будь здоров. Я думаю, администратор использует этого Киина, чтобы отогнать мух от своей кладки. Конечно, я смогу узнать все сам. Но как ты думаешь, я протащу информацию через частные сети на вере? Вот. К тому же результаты поиска по другим системам будут сюда идти сто лет. Спасибо, старший брат. Мне пора. Да. Я скоро тебе перезвоню. Таким образом, мы получили еще одно мнение против начальства. Что вам нужно? Я слышала, у Апольда есть для вас кое-что. И меня это должно волновать? Вы его курьер или где? Да. Но я еще не забрала груз. Погодите минуту. У меня к вам предложение есть. Я плачу Ханару больше, чем нужно. Спорим вам, он платит меньше, чем заслуживаете вы. Продайте вещь мне напрямую. Хм. Простите. Я ему уже пообещала. Хм. Он вам что, лучший друг или в верности ему клялись? Если передумаете, я тут. Ну ладно, отдадим уж фиг с ним Ханару то, что он хотел. Не будем, так сказать, наглыми ребятами, которые обворовывают кого-то. Система безопасности, в общем, отключена, насколько я понял, да? Круто. Так, давайте теперь пройдемся сюда. Быстрое сохранение завершено, отлично. Офигел, что ли? Жестоко. Меня, короче, чуть-чуть послали. Самую малость. Так. Осталось, по-моему, пройти подальше вот туда. Там больше ничего вроде нет уже, правильно? Хотя и здесь никого, ничего нету. В принципе, в таких местах можно гулять долго-долго. Ну, моя задача договориться с ним. Слово вы? Что старый турианец может для вас сделать? Вы в последнее время не видели матриарха Азари? Да, она наделала много шуму. Не каждый день прилетает матриарх с отрядом десантниц. Что необычного в том, чтобы встретить матриарха? Они редко покидают пространство Азари. Такую выдающуюся личность не каждый день увидишь. И одета была леди Бенези соответствующая. Азари в одеянии с глубоким декольте. Молодые сотрудники просто слюной зашли, так сказать. Не пойму, как одетая женщина может быть привлекательнее, чем раздетая? Есть такое. На вере допущены вооруженные десантницы? Не знаю, может их разрушили, хотя биотические способности не конфискуешь. Саран, а следовательно и Бенезия важные фигуры. Эти инвесторы могут продать акции, если им откажешь. вы знаете, зачем Бенезия здесь? Она назвалась помощницей Сарана, которой поручено исправить ход какого-то проекта. Подозреваю, она говорила о вершине 15. У меня есть другой вопрос. У людей всегда найдутся вопросы. Я бы написал об этом книгу, если бы у меня было время. Я думала о ваших с аналийсом сложностях. В самом деле? Значит, если я помогу вам, вы поможете мне? Да, помогу попасть в гараж. Если вы заберете материал из моего офиса, я дам вам свой пропуск в гараж и некоторую сумму. У вас есть план? Головорит он платит из-под полы. Мисс Мацу не знает об их работе на стороне. Я займусь поисками вашего материала. Если повезет, обойдусь без драки. Превосходно. Вот мой пропуск в наш офис. Он активирует лифт. Материал находится в моем компьютере. Шифровальный ключ на этом ОНД. Вставьте его в дисковод и все заработает. И постарайтесь не заляпать ковры кровью. Хорошо? Постараюсь. Насколько не изменяет мне память, нам нужно как раз таки пройтись подальше. Вот основная миссия, чтобы попасть в офис с синтетиком воспользуйтесь лифтом внизу на площаде. Когда будете на месте найдите компьютер лорик и скачайте файлы. Почему-то мне кажется, что его зовут не лорик, а реролик. типа вы поняли о ком я. так, тем временем мы спускаемся вниз, насколько я понимаю, нам как бы именно сюда надо, после чего мы на площади должны найти еще один лифт, который отправит нас уже напрямую в этот офис, и без вот этой карточки мы бы не могли туда пробраться. Но мне нужно найти еще самого вот этого придурка и поговорить конкретно напрямую с ним. опять-таки я надеюсь вы поняли о ком я конкретно говорю. А, и да, забыл, давайте доставим Ханару таки его плюшки. Мне на корабль доставили. Осталось перевезти ему. По идее я должен бежать, но почему-то я не бегу. Прям даже обидно как-то. Ну ладно. вот так-то лучше. И теперь мы опять едем еще ниже. Кстати, Рекс прям в костюмчике прикольно выглядит, не то, что я. У меня не такой хороший костюмчик. Черт. Обида даже. У меня вообще здесь нет хороших костюмчиков, если честно. Да и хороших винтовок тоже не особо много. так а вот кстати говоря я не помню есть ли что-нибудь интересное для моих ребят для Рекса например нет дробяков у меня по-моему вообще нету ну ладно нету ничего интересного так и прокачать мы по-моему тоже никому ничего не можем да долгая миссия на самом деле в принципе можно было просто бы напасть на это все дело разбомбить здесь все я не буду это делать потому что в этом нет никакого особого смысла мы же мирные ребята правильно мы же спектры все дела так я тут единственное ничего не помню это как нам ага вот пакет апольда хотят сказать как нам доставлять забрали пакетик обновился журнальчик и у нас есть два выбора соответственно напрямую передать пакет к Рогану либо передать его все-таки в магазинчик нашего веселого друга я думаю что я все-таки выберу второй вариант потому что раз мы обещали деньги мне не особо здесь сейчас нужны я купил довольно хорошее оружие которое будет очень нехило разносить все и вся поэтому такое вот я думаю что я отдам все-таки Ханару мне репутация героя а у нас именно такая прокачивается важнее поэтому думаю что это будет правильно мы же у нас герои галактики все дела там хорошие ребята все такое тем временем мы доехали и на самом деле я по-моему имею три варианта и могу поговорить еще если не ошибаюсь с охраной и здравствуйте спектр человек принес пакет так купите кто получатель да ладно забирай вот возьмите спектр сослужил торговцу хорошую службу торговец искренне благодарит человека торговец обещал вознаграждение за услуги он скромно предполагает что сумма в 250 кредитов будет достаточной разве был бы у вас шанс протащить эту штуку через таможню без меня будьте щедрее в словах человек звучит тревожащая истина торговец может повысить сумму до 500 кредитов человек получит половину дохода торговца торговец не может предложить больше вы весьма благоразумны торговец рад прийти к соглашению покажите что у вас есть на продажу последнее что мы еще не покупали это улучшение так и как раз вот полониевые патроны которые мне нужны но стоят они очень мать его дорого но зато прибавляют плюс 55 в принципе у меня сейчас 45 не знаю нафиг ладно геройство нам кстати за это не добавили даже чуть-чуть обидно как-то как-то так мы не герои вот надо исследовать всю станцию ну вот эту не станцию не знаю ну вы поняли чем я могу вам помочь насколько велики здешние лаборатории у нас есть 17 исследовательских комплексов встроенных в горы каждый из них самодостаточен и включает сотни рабочих мест расскажите мне о компаниях работающих на новерии у нас арендуют лаборатории больше 250 высокотехнологичных фирм среди основных акционеров Эланус Риск Контрол Сервисес Байнари Хеликс и Синтетик Инсайдс Ваша охрана работает на РКС так? Совет директоров получает у них скидку на охрану комплекса кроме того Эланус разрабатывает оружие летального и нелетального действия Байнари Хеликс они работают в области генетики Байнари Хеликс лидер в области генетики и биотехнологий они стараются не светиться в прессе они проводят исследования в области биотических модификаций это не нравится лудитам органистам и фундаменталистам Я не могла видеть название Синтетик Инсайдс в новостях Это одна из четырех корпораций которым Совет Цитадели дал лицензию на разработку искусственного интеллекта Это вызывает много протестов но нашу систему безопасности еще не прорвал ни один демонстрант поэтому Синтетик Инсайдс вкладывает в нас много денег Я хочу поговорить с Аналейсом Одну минуту пожалуйста мистер Аналейс Да что что С вами желает встретиться капитан Шепард сэр Ну что ж Мы идем к Аналейсу Ну и надеемся на то что этот засранец нам скажет что-нибудь хорошее хотя я знаю что он ни хрена нам хорошего не скажет плюс у него здесь есть охранная система так что он та еще жопа Простите что не встаю Я не нанимался развлекать деревенщину из колоний Я вижу вы просмотрели мой послужной список Только глупец вступает в переговоры не зная склонности другой стороны Это очень приятное начало Я буду сотрудничать с вами настолько насколько этого потребует совет директоров Бизнесмены прилетают сюда чтобы избежать волокиты с галактическими законами Хотите сказать что у вас не соблюдается техника безопасности Не будьте наивны Думаете коммерческая компания не предпримет мер против гибели сотрудников и потери материалов? Решения здесь принимают главы проектов а не назойливые политиканы Лорик Киин хочет чтобы я пробралась в его кабинет Он называет В самом деле вы же понимаете что он врет чтобы прикрыть собственные преступления Вы можете представить доказательства? Скоро смогу Делом занялась моя служба безопасности Хочу заметить что мистер Киин спрятал некие записи которые сильно помогли бы моему расследованию Если вам случится их найти я буду вам очень признателен Вы меня понимаете? Ну вы поняли, да? То есть мы честно рассказали о том что его подозревают и у человека есть доказательства На что этот нам сказал что доказательств у него нет но я их как бы ищу и типа такие дела ну и если что-то найдете принесите это мне Какой он хитропопый Вы ведете дела с Сараном? С агентом Сараном? Одним из ваших коллег Спектров? Он крупный инвестор корпорации Байнари Хеликс одной из лидирующих организаций на Наверии Байнари Хеликс разрабатывает для него оружие? Учитывая его интересы возможно то что наши клиенты делают в своих лабораториях это их дело Я слышал о матриарх Азаре здесь Бенезия так? Прибыла несколько дней назад в сопровождении личного эскорта и с грузом сейчас она на вершине пятнадцать на вершине пятнадцать а так Что ее сюда привело? Если бы я и знал то не смог бы сказать она прибыла в качестве поверенного агента Сарана она здесь по делам Байнари Хеликс события на вершине пятнадцать потребовали внимания Сарана Что вы можете сказать о ее грузе? Большой тяжелый опечатанный оружие детектора не обнаружили а все остальное нас не касается Что вы подразумеваете под личным эскортом? Это понятно по самому выражению телохранители обеспечивающие ее личную безопасность в основном десантницы Десантницы? Вам это не показалось странным? Они соблюли все правила у меня не было причин запретить леди Бенезии взять их с собой Я хотела бы немедленно ее увидеть Боюсь, что это невозможно Вершина пятнадцать частное владение в горах К тому же там сейчас снежная буря Челноки не летают наземный путь тоже перекрыт Сейчас у меня больше нет вопросов Хорошо Пока вы разглагольствовали я получил с десяток важных сообщений Ой-ой-ой-ой-ой Какой же ты занятой Какой же я плохой что тебя отвлекает Ладно Поехали Сейчас раздобудем хорошую информацию Насколько я помню как раз нам нужно в лифт который находится впереди нас Так что все будет хорошо Здесь же нас вроде бы больше ничего не ждет Так что все точно хорошо Ну и надо не забыть потом проведать остался ли на месте тот веселый друг Рекса О, я смотрю у Гаруса кстати брони теперь даже больше чем у Рекса Круто Так это лифт в подземку соответственно по идее Спектр верно? Да это я Я раньше был военным технарем Не считая людей Маэка здесь все по уши в корпоративных делишках Весь день сидят и дуют воду дорогую между прочим Так что я могу для вас сделать? Как мне попасть в гараж? Нужен пропуск Можете его получить у Аналейса или у Менеджеров если позолотите им ручку Может вы одолжите мне свой пропуск? Конечно Если захочу остаться без работы и попасть под суд Служба безопасности отслеживает использование пропусков Как мне попасть в гараж? Нужен пропуск Конечно Если захочу остаться без работы Вы похоже обо всем тут знаете Что здесь вообще творится? На вершине 15 какие-то проблемы Аналейс прикрыл синтетик инсайдс Да еще матриарх пожаловала Ну собственно все что мы знаем как бы Вы знаете где сейчас матриарх? Вы ищите ее Она улетела на вершину 15 перед тем как с комплексом потеряли связь Что за проблемы на вершине 15 Кто знает Там сейчас метель Но метели и раньше бывали А вот спутниковая связь до сих пор не отказывала У 15 всегда была дурная слава Никто не говорит что они там делают А всякий кто там побывал возвращается молчаливым Что вы тут делаете? Я главный механик Ханьшаня Зовите меня просто Ли Людям сложно выговаривать мое полное имя У меня 12 подчиненных Следим чтоб челноки не ломались Что вы говорили о Синтетик Инсайдс Ходят слухи Там был замешан лорик Киин Так что аналей закрыл офис С Причем по-тихому Так что никакие юристы с других планет не в деле Мне пора идти Если что нужно Я буду здесь Доступ в гараж ограничен Я здесь по делу Цитадели Мне нужно покинуть станцию Ясно понятно Значит гараж у нас все-таки находится здесь а лифт который нам нужен находится вот тут Да Надо было это сразу понять Ну ладно Поедем в этом лифте Черт Черт серьезно быстрое сохранение не удается Не удалось Не удалось Не удалось Почему в лифте нельзя сохраняться Обида Стоять Служба безопасности Ханьшаня Офис закрыт Ну вот и замечательно Сами виноваты что напали Какой пазар Ауч Это было больно неприятно больно но ладно Ручное отключение компьютера Упс Упс Внимание администратора на аналейса человеку по имени Гаррот нужна информация о местонарождении одного из наших грузовых кораблей он считает что на корабле его брата напали капперы когда он проходил через систему отваги требуется провести расследование Ага Так почему-то мне кажется что аналейс нихрена не делает Ладно этот офис находится прямо над нами и я думаю что мы сейчас его обыщем Но пока мы его еще не обыскали я думаю что соберем всякую хорошую хрень которая нам может пригодиться которая здесь много А наши ребята нас в это время прикроют Отлично Блин сохраняться это нельзя пока они нас стреляют Так ну главное что мы людей не тронули а тех охранников которые решили таки на нас напасть все же мы убили так что все честно тех охранников мы не трогали или трогали Ну как есть отступника нам за это все равно не дадут так что все в принципе хорошо так вот я не помню по-моему туда можно тоже пройти давайте сохранимся вот так вот вот так вот так не шифровочка отлично О О Ольфраму и Крио патроны великолепно оптичечка набор улучшений тоже отлично не зря сюда приходил сохраняемся на всякий случай и смотрим где и что у нас есть еще потому что нам нужны всякие плюшечки улучшения и вообще все что можно найти нам нужно никогда не брезговал нужными предметами так сложность шифровки средняя замечательно в принципе да она была еще проще на самом деле чем предыдущая но окей и нам нужно открыть компьютер лорика Кайна вы скачали доказательства из компьютера лорика ну вот теперь мы сохранились и у нас есть как бы вариант того что делать я вот единственное не помню если бы я не нападал на вот этих ребят было ли бы у нас что-нибудь такое меня снизу уже ждут как бы а вы какого черта здесь забыли шепард вам запрещено здесь быть мы кажется не были представлены мисс ха самое время вспомнить про манеры я сержант Кайра Стирлинг Эланус Риск Контрол Сервисис за то что вы тут устроили Аналийс вышвырнул бы вас с планеты я не стану вы знаете что на моей планете делают с убийцами полицейских ваши люди работали грязно сержант вы здесь не на службе и нарушаете закон за взятку я не хотела устраивать бойню это они открыли огонь а я и без пушки смогу надрать вам ой кто-то без пушки умер ау ну теперь я могу стрелять очень долго и красочно и красочно ну и вообще в целом убить полностью всю охрану Аналийса которая здесь есть чуть-чуть сам виноват я на него не нападал это все он не виноват а я он сам пришел ладно в общем мы взяли все что хотели на нас напали мы спектр мы имеем право защищаться и не имеем право так же ничего ни с кем не обсуждать ну и пофиг мы спектры у нас власть все дела вообще на самом деле это конечно неправильно но такое нам не дали как героя так же нам не дали никого говорят что в офисе синтетик инсайдс был какой-то шум вы ничего об этом не знаете вероятно там орудует головореза Аналийса шутите да хорошо меня это не пугает встретимся в баре отеля перед тем как вы будете говорить с Киином какая ты ну ладно давайте поговорим с ней нам не сложно так что же она нам хочет предложить перед этим правда сохранимся кто-то прикончил наших людей в офисе синтетик инсайдс кто бы это мог сделать даже не знаю знаете вот ни малейшего понятия нету просто когда люди начинают работать не на ту компанию у них появляются проблемы вообще переходить закон такое не очень-то хорошее дело если конечно закон законен а не как у кое-кого в стране ну ладно музыка у нас опять меняется и мы тем временем идем дальше сохраняемся на всех сущий так она хотела с нами поговорить да вот она позвольте еще раз представиться паразине отдел служебных расследований что за служебные расследования вы тут проводите совету директоров известно что аналийс коррупционер я шесть месяцев работаю под прикрытием я хочу чтобы вы убедили киина дать показания перед советом директоров тогда планета снова станет приносить доход вы работаете у аналийса не можете просто взять его записи он жулик но не тупица он не пишет у себя в компьютере мол дорогой дневник в этом месяце я украл 3 миллиона кредитов чтобы доказать вину аналийса мне нужны показания киина почему не спросить киина напрямую я секретарь аналийса думаете он мне поверит и принесет материал навстречу в темной аллее я думала коррупция на наверии часть правил правила такие не раскачивай лодку своей корысти допускается если это не мешает бизнесу аналийс же отпугивает клиентов чтобы выполнить миссию мне нужен пропуск киина в гараж помогите мне с расследованием и я дам вам все что нужно услуга за услугу аналийс грязный тип лучше помочь ей смотрите шепард мне это тоже не нравится вы спектр ведете с законом двойную игру это плохо для бизнеса что происходит на вершине 15 перед тем как погода испортилась ханьшань получил от них код омега код омега означает полное нарушение протоколов безопасности никому туда нельзя пока персонал не даст отбой это мне не поможет это все что мне известно непонятно что там происходит а если персонал так и не даст отбой совет директоров решает уничтожать комплекс или нет одной боеголовки с антиматерией достаточно чтобы ликвидировать любое загрязнение весело как я могу попасть на вершину 15 шаттлы не летают так что придется ехать если вы убедите киина дать показания я пропущу вас в гараж вы знаете почему здесь матриарх из-за вершины 15 она прилетела после того как мы получили от них код омега автоматический сигнал тревоги прибыла с эскортом из десантниц азари загрузили кучу ящиков и улетели на вершину 15 последним рейсом вы знаете что было у нее в ящиках понятия не имею десантницы никого к ним не подпускали но на вид они были тяжелые ну ладно тогда давайте им поможем я думаю что это будет правильно хорошо я поговорю с киином и попробую его убедить спасибо вы знаете где меня искать как только поймете что он готов говорить приходите итак киин давай поговорим с тобой рад вас видеть спектр есть новости о нашем деле я все сделала но со мной связала следователь по служебным расследованиям она просит вас дать показания против аналейса теперь когда вы завладели моими уликами вы хотите диктовать мне как ими пользоваться я не заинтересован в публичных сценах вся станция стонет от аналейса вы могли бы стать героем моим нанимателям для эффективной работы здесь необходимо расположение совета директоров совет директоров расследует дело аналейса они будут злы на него больше чем на вас хорошо очевидно вас не переубедишь хорошо я дам показания договоритесь обо всем с вашей знакомой я буду ждать здесь а мы тем временем получили аж 24 героя так я могу вам помочь нет ты мне не можешь помочь что я хочу что я хочу я хочу что-нибудь интересного на самом деле я думаю что есть смысл не вешай трубку так ну понятно здесь бизнесмен соларианец как всегда я получил свой пакет теперь валите пока охрана нас не застукала какой он няша как сюда не прилечу тут пуран странно не правда ли учитывая скажем так планетные катаклизмы которые здесь постоянно происходят ладно почему мне вечно приходится ездить на лифтах туда-сюда и это очень долго это много времени занимает если честно это печально главное что все мои ребята молчат при этом это еще печальней раз это в 10 где-то минимум то есть ладно бы они хотя бы говорили но ведь они постоянно молчат что за ужас цитадели хотя бы не знаю там постоянно новости в лифтах можно почитать а тут что здесь ничего не происходит здесь просто лифты и все ладно бежим нам по прямой надо куда-то вот туда поговорить с барышней какой-какой не ну я не знаю я не хотел никого убивать но блин ну они сами напали как бы я не виноватый ну и тем более охрана когда человек идет в охрану он знает что может случиться с ним что-нибудь плохое например вообще какие надо мозги иметь чтобы напрямую на спектр лезть обычному охраннику даже не знаю спектр вы подумали над моим предложением мне нужно еще когда ты так близко к концу терпение кончается жду не дождусь когда смогу нормально одеться терпеть не могу юбки серьезно спектр вы подумали над моим предложением да пришлось приложить усилия но киин согласился говорить у меня как камень с души свалился я возьму материал и перешлю по безопасным каналам не думала что вы поможете вы же спектр в конце концов некоторые оказывается ничего так как насчет того чтобы пустить меня в гараж пока вы занимались киином я достала вам пропуск в гараж будьте там осторожны мне надо кое-кого арестовать жаль некогда переодеться во что-нибудь поудобней ненавижу юбки это возмутительно вы больше не найдете работу в этом секторе да-да не сомневаюсь эй шепард я требую чтобы вы арестовали эту стерву вы имеете право сохранять молчание лучше воспользуйтесь им еще увидимся где-нибудь капитан с меня пиво няшненько новый уровень давайте заберем все что у нас есть посмотрим что у нас нам дали за уровень и что мы можем там собственно прокачать так штурмовые винтовки мне не нужны боевая броня мне уже тоже в принципе особо не нужна первая помощь в принципе пригодилась бы но я думаю что прокачаю физподготовку тарам гарус у нас будет электроник мы уже об этом говорили ну а ты у нас будешь даже не знаю физподготовка тоже почему нет вот и на этом то я думаю что на самом деле пора бы уже завязывать серии всем спасибо за просмотр дело мы раскрыли главный человек арестован так что все хорошо и классно всем спасибо и собственно говоря пока дорогие мои друзья я надеюсь стрим вам понравится который скоро будет хотя блин вы скорее всего увидите видео после того как этот стрим будет поэтому всем удачи пока 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 Продолжение следует...